здравствуйте друзья вечерний вопрос к сожалению не могу сформулировать вопрос слишком широкая и тонкая тема сразу и широкая и тонкая расскажите пожалуйста о том чувстве когда много времени и сил потратил на какую-либо задачу цель в жизни и вдруг решил и что делать дальше как найти следующую точку приложения сил чтобы снова почувствовать смысл своих действий поясню например люди перед выходом на пенсию люди в тюрьме люди в эмиграции даже солдаты в армии имеют элемент счастья который состоит в том что каждый день был наполнен смысла в тюрьме особенно да работа ожидание возвращения домой из армии или тюрьмы желание попасть заветную страну но что делать когда строили строили наконец построили никто не знает жить без цели ждать что следующая великая цель сама свалится с небес или самому придумать себе проблему а затем доблестно решать ее в результате кто-то спивается кто-то возвышает возвращается но хотелось бы оказаться среди тех счастливчиков которые все-таки видят дальнейший путь у вас обширный жизненный опыт можете показать рассказать как люди решают для себя подобные вопросы так немного контекста меня зовут игорь мне 30 лет родом из маленького сибирского городка абакан а то а то мы не знаем абакан это дорогу абакан тайшет всей страной помню да за свою недолгую жизнь успел уже много где побывать что сделать или там что там газопровод был служил в армии работал на разных сибирских гэс в москве куда в россии без нее родимый побывал на многих заводах во многих городах за последние несколько лет вообще забыл что такое солнце отдых и выходные да в итоге имея два красных диплома высшего технического образования закончившуюся трудовую книжку и небольшую сумму в банке то есть много работ сменил понял пришел к выводу что как бы ни была широка россии нет в ней место для инженера хотя вроде занят был все время ладно весной прошлого года собрал все что у меня есть в небольшой рюкзачок и поехал куда глаза глядят глаза глядели в таиланд отдохнул восстановил здоровье заново обустроил жизнь сейчас живу в центре банк гока работаю в замечательной компании замечательными людьми здесь каждый день лето нет хода времени гуляю по улице все время откуда-то накатывает в душе чувство счастья ребята вот смотрите я думаю многим понравится ощущение что я уже все сделал и уже попал в рай и вот тут-то проявляет себя российская часть моей души я не верю что такое вообще возможно кажется что в чем-то подвох не бывает чтобы все в жизни было так просто и без проблем все за что боролся 30 лет осуществилось и непонятно что дальше делать российская натура не позволяет мне сложить доспехи на полку и просто наслаждаться жизнью нужны проблемы которые мог бы решать цель к которой можно было бы идти а проблем нет и цель уже достигнута самому изобретать проблемы на свою голову совсем неразумно в общем все плохо поэтому потому что все хорошо чую что нельзя так жить но не могу понять почему да друзья вот такое простое человеческое счастье ну давайте я значит так поделюсь соображениями надо сказать что я не увидел вот в рассказанной истории того что человек шел шел к чему-то и пришел как бы наоборот совсем получилось он шел шел потом сказал ну его все нафиг вот и собственно к чему же он такого пришел то ну то есть да вот он уехал в другую страну и делает там работу как бы в том режиме и в том удовольствие там и так далее который он хотел получить но у него не получалось но дело в том что цель ты не была какой такой большой высокой целью который там люди всю жизнь идут он мог в таиланд уехать ставлю за на 10 лет раньше взятом на 7 на 8 и и оказаться там же то есть это не цель который человек шел 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 он вдруг увидел что то как он пытался обустроить свою жизнь не работала и он пошел другим путем и так она вроде как-то обустроилась но что-то я не увидел какой-то высокой цели я где где она высокая так чему он таком ушел и и как бы она все еще было обращено ну ну как бы на себя да то есть у него нет семьи он может быть там я не знаю не стремится осчастливить все человечество этим или тем просто живет человек себе в свое удовольствие то есть он пытался жить свое удовольствие и у него чет не получалось а сейчас у него стало получаться и он где цель-то достигнута живу в свое удовольствие но но это как бы процесс доставляет удовольствие процесс никакого результата впереди нет и сзади тоже особо нет вот как-то выскочил вот там до выскочил из вот этой крысиной гонки да это правда значит но он чувствует что что его угнетает его угнетает то что он просто живет вот просто живет и ничего не происходит и давайте вот вот есть компания ему там нравится хороший коллектив там все дела не знаю чем он там занимается ну допустим я не знаю насколько насколько стабильно эта компания но я как-то привык к тому что в общем то люди меняют работу там иногда и страны меняют иногда и семью меняю знать по всякому бывает но не очень и семьи толком нет может ему и не надо конечно но чё то его такое гложет есть конечно другие аналогии кроме того что человек там в армии отслужил и ушел там или с каторги его отсидел там от его отпустили домой вот такого плана но я это другие примеры знаю вот например которые действительно интересные подскажем спортсмен вот он шел 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 там к олимпийскому золото получил олимпийское золото и и вот собственно у него ну конечно бывают люди которые даже там пару раз сумеют это сделать но в общем то это уже редкость большая то есть из тех людей которые там получили олимпийское золото сколько какой процент из них получит его второй раз через четыре года и как есть какой процент из них получит его в третий раз то есть через восемь лет это же немыслимо все и вот он достигает какого-то пика спортивной карьеры почему спортивный интересно потому что он это год молодые это быстро очень происходит там 1 раз мощно 25 лет 26 там 27 28 19 и уже вот он чемпион и что ну хорошо он может дальше просто жить там может работать тренером например но то есть его возьмут не факт что ему нравится быть тренером не пошел в состоянии быть тренером не факт что у него хватает квалификации например действительно работать где-то в сборной там или на таком уровне на котором может быть ему хотелось бы работать но это что же это же отдельная совершенно профессия очень часто тренеры уровня сборной никогда не были чемпионы но они просто умеют тренировать и наоборот люди которые были чемпионами не могут тренировать чемпионов так тоже бывает всяко бывает поэтому успеваются спортсмены спевают что говорит бывает чек поднялся на какую-то высоту потом друг бах облом и вот и раз и и и непонятно что поднялся и потерял и так бывает а бывает поднялся и не знает дальше что делать потому что он шел 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 к этой цели дальше раз и и все а сколько людей даже вот без этого сколько людей например вот он вышел на пенсию да и вдруг он понял что ему нечем заняться но вот нечем дальше то что это действительно интересная штука и как бы об этом много пишут и говорят и придумывают как площадь быть и советуют что ты мол когда вот к цели того же приближаешься да ты тогда спроси себя какая следующая чтобы ты вот там добрался до макушки и вот значит отдохнул немножко и дальше чтобы даже видение было в глазах там чет там хочешь такого поэтому что тут сказать а у парня ситуация немножко другая он просто я считаю что он в некотором отпуске находится у него не было какой-то высокой цели которые сложно и долго идут или стремятся многие люди они строят какой-то план и они куда-то чего-то и они там добиваются совершенно из другой области то есть его 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 план был на самом деле правильный план был отвалить выйти из игры из крысиных бегов выйти тараканник значит но он вышел из бегов ну дальше то что поэтому ему надо на самом деле привыкнуть я я так сказал да его надо привыкнуть к тому положению в котором мы сейчас находится он еще не привык то есть ему ему кажется что он куда-то забрался и каких-то целей больше нет там и так далее но он ну да он какую-то вот задачку там первоочередную он ее как-то разрешил потом он же жил очень интенсивно понимаете интенсивно нон-стоп и туда и сюда и там трудовая книжка вся да и списана это же сколько всего надо было пройти и он просто еще как бы в состоянии отпуска находится он не отдохнул толком это может может казаться что он уже чё-то добился там и так далее а он просто в отпуске и вот надо просто расслабиться и побыть в этом состоянии ну сколько и сколько побыть насколько вот комфортно столько и побыть не от себя поедом есть просто расслабься можно путешествовать можно читать что нить можно с девушками знакомиться в трейланде тем более вот и как-то нас говорят enjoy yourself enjoy yourself а цели настоящий у него и раньше не было вот сейчас как раз и есть время задуматься какая у меня в жизни цель-то ради чего я на свете живу раньше то он что что он делал раньше по заводам носился раньше он по заводам носился брать чего все было чтобы выйти на какой-то уровень на котором расслабиться можно и enjoy life а он ее уже enjoy а то о той цели ради которой человек живет ради которой он дышит просыпается там с идеи в голове и так далее этой цели ты не было никогда поэтому я бы я бы не стал ну так на случай не видно из письма что было поэтому я бы ушел из состояния вот этого я всего добился зачем мне дальше и так далее я бы пришел в состояние слова но вот теперь наконец я могу сосредоточиться на себе я могу спросить себя зачем я на свете живу какое меня в жизни предназначение ради чего все я больше не участвую в этой гонке которая лишала меня возможности сосредоточиться на себе и спросить кто я что я что мне в жизни надо и тогда начните жить эти не 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 заново а просто начните жить не жили никогда если я правильно понимаю вот то что там в этом письме произошло с человеком он вот в каком-то процессе находился вот не было его жизнь он какой-то чужую жизнь там проживал начни жизнь свою жизнь и мы все разные люди мы все по-разному самореализуемся кто-то вот блогер а кто-то книжку пишет а кто-то там не знаю сиротам помогает а кто-то там с католической миссии поехал в уругвай там не знаю индейцев окучивать я не знаю но но масса масса людей так с разными формами самовыражения и так далее тут существенно тоже насколько для человека важно что-то отдавать во внешний мир во внешний то есть он он может получать для себя форме там денег бенефитов там отпусков и так далее а может получать для себя в частности еще кроме того форме того что вот какой-то апрешейшин какой-то у него какая-то значимость кто-то его ждет кто-то не знаю кто-то интересуется его мнением и если он хочет в этом плане развиваться в этом плане состояться это же целый мир если он хочет другим людям что-то такое давать если он говорит да я просто вот я балдею да вот я с этого балдею с того балдею с этого балдею вот я чё с чего балдею вот у меня уже все есть мне ничего не нужно ну так так и хорошо но в конце концов так это конечно немножко неестественно для человеческой природы не то что в нем какой-то советская там или русская это в целом люди так устроены что им всегда хочется больше им всегда хочется интересней им не хочется оставаться на уровне достигнутого Хочется двигаться дальше. Тем более у него образование. Выше два образования. Ну, конечно, он как бы заточен под то, чтобы расти, набираться опыта, набираться знаний. Эти знания использовать, получать что-то за это и так далее. Отдавать в мир, получать от этого мира. Ну, у него уже дизайн весь такой, понимаете? Поэтому, конечно, чем-то заниматься надо. Чем? Да не спеши. Ну, не спеши. Найдется чем? В конце концов, это же не то, что только подумал и вдруг раз тебе и все. Но если ты открыт, открыт. И ты говоришь себе, я этого хочу. Ты заказ поместил туда, в каталог. И тебе пришлют из каталога. Только мне, как сказать, глаза открой, уши открой. Значит, смотри, слушай, соображай, мозг открой. И смотри, какие сигналы поступают. Потому что, как только ты снизу вверх сигнал послал, значит, так тебе через некоторое время сверху начнут приходить какие-то бандерольки с перспективами возможными. Поэтому я бы не беспокоился, честно. Значит, если у него пока нет такой идеи, это говорит о том, что он недостаточно еще отдохнул. Ну вот, потому что, когда ему станет, как бы, совсем не в моготу вот так отдыхать. Потому что он, на самом деле, в отпуске. Он, может быть, и работает, но по сравнению с тем, что с ним раньше происходило, он реально в отпуске. Вот. Поэтому, когда устанет от отпуска, мы же все знаем, что такое устать от отпуска, друзья. И я, ну вот в Америке обычно мы на недельку куда-то едем, а вот раньше-то бывало, едешь там на месяц, у нас отпуска были такие месячные, там почти на месяц куда-нибудь едешь. Вот так устаешь, господи, уже сил нет там сидеть, торчать и так далее. Вот, вот это состояние наступит. Вот. И откроется какое-то второе дыхание и понесется. Оно не может не появиться. Он заточен под это. Понимаете, он, у него дизайн такой. У многих из нас именно такой дизайн. Поэтому мы не, мы не можем без движения. Если, допустим, я не знаю, там, собака гончая, понимаете, охотничья, или там охотничья, или там какая-то, она не может там по норам за хвостом вытаскивать лесу. Понимаете, она, она совершенно, ну, она гончая. Она вперед понеслась. Понимаете? Вот. И поэтому так пора, или там есть пастушья собачка, она там вот там пасет. А это так. Дизайн. Вы не можете вот из этой сделать ту. И человек так же. Да, если он такой вот, значит, искатель, так сказать, интеллектуальных там и всяких других приключений на свою голову, значит, он их будет искать. И найдет обязательно. Я, честно говоря, не вижу проблем. Я могу только порадоваться за парня, что ему хорошо. Ну, в смысле, он, наконец, вышел из этих крысиных бегов и вот отдыхает. Вот. Поэтому надоест отдыхать, будет делом заниматься. Я искренне в это верю и желаю ему больших успехов на этом пути. И, может, кто-то из нас тоже, там, остальных, заинтересовался. Там вот Бангок называется место. Вот посмотрите, может, и вам там интересно будет. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!